Девушки отдыхают В Британии начались общественные слушания по делу о покушении на Скрипалей. Гарри Каспаров о документах для оппозиционных россиян и форуме «Свободная Россия». Воскресенье 13 октября компания SpaceX провела очередное испытание сверхтяжелой ракеты-носителя «Старшип». Первая ступень ракеты впервые была успешно возвращена непосредственно на стартовый стол. Ее поймал специальный манипулятор. Это стало еще одним шагом не только к успеху проекта «Старшип», но и к эффективной многоразовой космонавтике, а значит к значительному удешевлению доставки в космос и людей и грузов. «Старшип» – ключевой элемент пилотируемых полетов к Луне и Марсу, причем возвращение человека на естественный спутник Земли планируется уже на ближайшие годы. О значении прошедшего накануне испытания и роли Илона Маска в американской и мировой космонавтике я поговорил с экспертом Виталием Егоровым. Расскажите, пожалуйста, что вчера произошло, почему это важное событие для космонавтики? Это испытание ракетно-космической системы, которой практически ранее не было в истории космонавтики, поскольку она и сверхтяжелая, и при этом полностью многоразовая. Ближе всего к такой концепции раньше приближался шаттл, но у него были известные проблемы, в том числе с входом в атмосферу, с посадкой. И Starship — это такая новая попытка сделать гораздо более грузоподъемную ракетно-космическую систему и при этом гораздо более дешевую, чем шаттл, для того, чтобы радикально повысить возможности запуска полезной нагрузки в космос. И в отличие от предыдущих испытаний, это испытание достигло наибольшего успеха, потому что практически все элементы полета, которые были запланированы, были успешно выполнены. Первая ступень провела процесс выведения второй ступени на необходимую траекторию, отделилась, совершила маневр возвращения, и не просто упала в океан или в воду Мексиканского залива, как ранее было с предыдущими испытаниями, но добралась до места старта и совершила фактически мягкую посадку на стартовый стол. Ну, немного не так, но она была схвачена механизмом под названием «Мехазила», которая, собственно, и зафиксировала эту ракету над стартовым столом. Пока эта ракета, конечно же, не готова к повторному запуску, но сам факт того, что это достижимо, показывает, что в будущем можно уже таким образом возвращать не просто мягко ракету, но сразу в то же место, откуда она сможет стартовать через какой-то короткий период времени, и благодаря этому должна значительно снизиться стоимость запуска, потому что ракета улетела, вернулась, ее заправили, снова полетела. То есть это в идеале все должно приблизиться к функционированию самолетов, авиации. И в будущем, если все пойдет нормально с разработкой этой сверхтяжелой, полностью многоразовой ракетно-космической системы Starship, то полеты в космос, ну, если не станут доступными, как на самолете, но все-таки откроется гораздо больше возможностей в доставке полезной нагрузки, в размерах полезной нагрузки, в весе полезной нагрузки, которую можно запускать в космос, и это должно радикально повлиять на развитие космонавтики, ну, потому что сейчас возможности запуска в космос, они сильно ограничивают развитие в этом направлении, даже несмотря на то, что уже есть частично многоразовая ракета Falcon 9, она уже заметно снизила стоимость запуска полезной нагрузки в космос, а Starship даже в сравнении с Falcon 9 должен обеспечить радикальное снижение и при этом радикальное увеличение объемов и массовой полезной нагрузки, которую можно будет запускать. Уже сейчас есть проекты применения этого Starship, и у самой компании SpaceX предполагается запускать спутники Starlink, уже увеличенного размера, больше, чем те, которые запускает сейчас Falcon 9. И NASA планирует использовать эту систему Starship, правда, для посадки на Луну, а не на Землю. Ну, и в будущем, возможно, появятся проекты с использованием Starship в качестве космической станции, долговременного посещения каких-нибудь туристических возможностей. Также Маск предлагал использовать эту систему для пассажирских перевозок, то есть просто ракета улетает в космос, и вот так же, как вы видели на испытаниях, за 40 минут на другую сторону земного шара приносит пассажиров. Ну, пока, конечно, до этого еще далеко, но вот вчерашние испытания показали, что технически все выполнимо, и надо просто развиваться дальше. Виталий, то, что сейчас происходит вокруг Ивана Маска, его достижения, которые он демонстрирует в последние месяцы, сложно осматривать вне контекста американской предвыборной гонки, в которой фактически Маск участвует на стороне одного из кандидатов. В то же время он в некоторых направлениях космонавтики становится фактически монополистом, как я понимаю, или в будущем может стать монополистом. Насколько велик заказ, который государство покупает фактически у SpaceX, и не может ли он быть под угрозой, если победит не тот кандидат, за которого Маск болеет? Ну, на сегодня как раз монополистское положение Маска позволяет ему не бояться серьезного ущемления со стороны государства, потому что как раз Маск-то не особо и нравится и Пентагону, и НАСА. И если ему достается какой-то контракт, то просто потому что больше никто не способен его выполнить. И НАСА, несмотря на то, кто будет президентом, НАСА нужно будет запускать людей на Международную космическую станцию, американских астронавтов. Пентагону нужно будет использовать Старлинг и возможности запуска ракетами Falcon 9. И в этом плане вряд ли Маск пострадает, как раз благодаря своему монополизму, благодаря тому, что у Боинга все совсем не ладится с пилотируемой космонавтикой и вообще с космическим направлением. И United Launch Alliance, хотя и сделала ракету новую, но она отстает и по стоимости, и по частоте запусков, и по многоразовости. И в этом плане, кто бы не победил в США, вряд ли серьезное ухудшение состояния SpaceX можно предполагать. А фактически, что сейчас достается не Маску? Пилотир-максмонавтик фактически в основном это он или только он? Правильно я понимаю? Да, сейчас Маск работает по нескольким программам в интересах НАСА. Это и пилотируемое снабжение Международной космической станции, и конкурент Boeing. Вот недавно все наблюдали проблемы с кораблем Boeing, хотя он все-таки сумел вернуться самостоятельно, но без людей. И в будущие годы, может быть, потребуются новые испытательные полеты для Boeing. То есть на будущие несколько лет Маск, безусловно, монополист в американской пилотируемой космонавтике. Далее у Маска сейчас контракт на сведение Международной космической станции с орбиты. Фактически он должен создать модуль для МКС, которая должна заменить ту функцию, которую сейчас выполняет российский модуль «Звезда» на МКС. То есть Маск должен заменить собой Роскосмос в сотрудничестве с НАСА. Далее у Маска контракт на пилотируемую посадку на Луну, хотя НАСА планирует запускать людей к Луне своей ракетой SLS, которую в том числе Boeing разрабатывает, и космическим кораблем «Орион», который разрабатывает «Локет Мартин». Но при этом этот корабль сможет долететь только до Луны, сесть он не сможет, и экипаж надо будет пересаживать как раз на ракету, как предполагается, вот на посадочную систему Маска, как раз на базе Старшипа. Чтобы совершить посадку на Луну, у нас есть альтернативный вариант, альтернативная группа компаний, которые тоже готовы заниматься вот таким лунным посадочным модулем. Но глядя на успехи Маска и глядя на ту концепцию, которую предлагает эта компания, становится понятно, что Маск реально быстрее подойдет к этой возможности и заберет контракт на посадку людей на Луну все-таки себе, просто потому что те не успеют и не смогут, а ту идею, которую они предложили, она слишком громоздкая и ненадежная. И получается, что вот практически все задачи, которые выполняет Маск, связанные с пилотируемой космонавтикой для НАСА, они незаменимы никем, опять-таки, в роли НАСА. Роскосмос мог бы это сделать, но НАСА сейчас мягко уходит от сотрудничества с Роскосмосом по известным причинам, и кроме Маска НАСА опереться не на кого. Если говорить про Пентагон, у Пентагона есть, конечно, конкурентные ракеты, которым Пентагон доверяет больше, это и старая ракета «Атлас-5» еще с российскими двигателями, РД-180, их несколько штук осталось, и «Атлас-5» будут летать еще. Это новая ракета «Вулкан», которая вот недавно прошла лишь вторые летные испытания, но они успешно прошли, хотя там боковой ускоритель немного бабахнул, но так, не повредив основную ракету. И вот уже либо в конце октября, либо в ноябре ожидается первый запуск этой ракеты, спутника в интересах военных. Но все равно военные также пользуются услугами Маска, но в каких-то таких направлениях, не болезненных, в испытательных полетах, в запусках серийных спутников, GPS. То есть в целом какие-то более секретные, более ответственные запуски стараются доверять другим ракетам, но все равно ракета «Фелкон-9» сейчас, она не только там самая дешевая, но она еще и самая надежная. Хотя вот за последние полгода у второй ступени ракеты «Фелкон-9» бывали небольшие сбои, происходили уже неоднократно, но все равно это по-прежнему ракета с беспрецедентной статистикой успешности. И, конечно, американские военные это видят, но все равно всю свою нагрузку на Маска они переложить не могут. Это был комментарий эксперта в области космонавтики Виталия Егорова. Вы слушаете «Время свободы». Сегодняшний выпуск представляю я, Сергей Добрынин. В Британии открылись общественные слушания по делу о гибели Дон Стёрджес. Эта жительница города Эмсбери стала 6 лет назад косвенной жертвой покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Летом 2018 года, через 4 месяца после покушения на Скрипалей, Стёрджес и ее партнер Чарли Роули подобрали небольшой флакон с этикеткой известного бренда. Они приняли его за духи, и Дон Стёрджес побрызгал содержимое флакона себе на запястье. Через 15 минут Стёрджес и Роули почувствовали себя плохо, а 8 дней спустя Стёрджес скончалась в больнице. Она стала единственной погибшей от отравления новичком в результате операции российской военной разведки. Роули, как и Сергея Юлию Скрипаль, удалось спасти. О том, для чего проходит общественное слушание по делу шестилетней давности и о травме, которая покушение на Скрипалей нанесло британскому обществу, я поговорил с живущим в Лондоне журналистом и писателем Андреем Остальским. Андрей, скажите, пожалуйста, со дня покушения на Скрипалей, косвенной жертвой которого стала Дон Стёрджес, прошел уже больше 6 лет. И вот сейчас начинают сегодня судебные разбирательства по этому поводу. Зачем они нужны спустя 6 лет? Что станет их итогом? Ну, во-первых, давайте уточним, это не судебное разбирательство, это так называемое публичное слушание. Есть такой очень важный институт, опробованный много уже десятилетий, существующий в Великобритании. Эти слушания похожи на судебные заседания, и их ведет всегда какой-то очень опытный и уважаемый судья. Зачастую на пенсии уже находящийся, поэтому имеющий для этого свободное время. Но суд в том, что эти слушания будут доступны публике, ну, в основном доступны, учитывая специфику. Идет все-таки, с замедлением будет идти трансляция происходящего, и в какие-то моменты ее будут отключать, когда самые какие-то чувствительные, секретные вещи будут обсуждаться с точки зрения британских властей, и при условии, что судья с этим согласится. В принципе, такие слушания проводились, например, и по убийству Литвиненко, и они дали результат тогда, потому что именно общественные слушания помогли сформулировать четче обстоятельства дела и прийти к выводу о том, что Кремль и, скорее всего, лично Путин несут ответственность за это убийство. Ну и в данном случае тоже. Надеются, что вот эти публичные слушания с привлечением большого числа экспертов и общественных свидетелей, они помогут прояснить ситуацию. В том числе, вот, например, газеты «Таймс» и некоторые другие издания выделяют уже в заголовке формулировку о том, что, собственно говоря, может быть, самая главная задача слушаний понять, почему неадекватно был защищен Сергей Скрипаль, почему он жил совершенно открыто под собственным именем, и, мало того, его имя было в списке избирателей, которые доступны публично, тоже любой человек может узнать таким образом, кто он такой, где живет и так далее. И никаких дополнительных мер безопасности и защиты не предпринималось. Наверное, первое, при чем приходит в голову, хочу сказать, что британские власти исходили из того, что Скрипаль живет в Великобритании в результате легального обмена. То есть российские власти согласились его отменять, и до сих пор не было таких прецедентов, чтобы передумывали потом власти и все-таки старались найти предателя, наказать, убить, а вот прецедент теперь такой оказался создан. Но все равно вот все эти вопросы поднимаются, в том числе семья Дон Стерджес, жертвы всего этого инцидента, потому что Сергея Скрипаля и его дочь удалось спасти, а вот Дон Стерджес случайно оказалась в контакте с новичком и погибла. И вот семья ее настаивает на том, что британские власти виноваты, и полиция, и правоохранительные органы, контрразведка и так далее должны нести ответственность. И еще выделяется тот момент, что на этих слушаниях будут извлечены конкретные уроки, даны конкретные рекомендации, что впредь надо предпринимать и в отношениях с Россией, и вообще с обеспечением безопасности людей, которые могут оказаться целями нападений не только российских, скажем, той же иранской разведки, которая этим занимается на британской земле, возможно, китайской и так далее и тому подобное. Поэтому они, конечно, эти слушания имеют очень большое в этом смысле значение. Почему так долго все это затягивается? Уже три года назад они начались, но потом были отложены по просьбе британских властей, потому что они хотели просмотреть возможность обнародования или не обнародования некоторых обстоятельств чувствительного характера. И они выделили 13 пунктов, по которым информация засекречена. И вот если о них пойдет речь, то, видимо, тогда трансляция этих публичных слушаний будет прерываться, и они будут в закрытом режиме заслушиваться. Ну и, конечно же, опять вспомнит британская общественность о произошедшем. Это была колоссальная травма, вообще все это покушение на Скрипаля, и тот факт, что затем нашелся флакон духов сосуд, в котором находилась доза новичка, которую, как утверждают специалисты, теоретически могло бы хватить для того, чтобы убить тысячи людей, тысячи мирных жителей, которые абсолютно не имели никакого отношения ко всей этой истории, могли погибнуть. И одно из обстоятельств, которое поразило воображение буквально британцев, это то, насколько небрежно подошли к этой всей операции российские спецслужбы, военная разведка, совершенно не заботясь о последствиях. Ну и то, что приоритеты, конечно, понятные и спецслужб российских, и российских властей состоят вот в том, чтобы, например, наказать человека, которого они считают предателем, урок тем самым преподав всем потенциальным перебежчикам в будущем, вот для них это гораздо важнее, чем сохранить, ну, какой-то минимум нормальных отношений с такой важной и влиятельной страной, как Великобритания. Всем этим пожертвовали, потому что, когда сейчас говорят, почему же британское общественное мнение гораздо более единодушно поддерживает Украину, обсуждает действия России в Украине и поддерживает очень серьезные расходы на помощь Украине и военную в том числе, то одна из центральных причин это то, что произошло в Солсбери в 2018 году, потому что этот трагический эпизод, он настолько потряс британцев, показал им, как они считают, истинное лицо режима, с которым просто невозможно иметь никаких дел и которому невозможно никогда и ни при каких обстоятельствах говорить. Андрей, Кремль как инициатор и военно-разведка российская как исполнитель покушения уже были названы британскими властями достаточно давно. Будут ли по итогам этих общественных слушаний как-то еще раз подтверждены эти обвинения, может быть, формализованы или это не является их частью, их итогом? Нет, это одна из задач. Еще раз проговорить, обсудить со всех точек зрения доказанность обвинений в адрес именно России и российских спецслужб. И как это случилось, например, после дела Литвиненко, именно только после этих слушаний британские власти уже уверенно заявили, что почти наверняка убийство человека было санкционировано Кремлем и лично Путиным. Вот что-то в этом духе, конечно, произойдет и сейчас, но будут свешены обстоятельства, возможно, новые какие-то появятся. Еще раз будет проговорена подробно роль британских служб быстрого реагирования, полиции, медиков, контрразведки, специалистов, экспертов по отравлениям и оценена. В общем-то, оценка будет, скорее всего, на индивидуальном уровне очень позитивной, потому что был проявлен даже, в общем-то, героизм в каком-то смысле слова этими людьми. И кое-кто из них был поражен новичком. Потом один офицер полиции Нитбейли практически стал инвалидом, его жизнь была вообще угроза довольно серьезной, ну и так далее и тому подобное. Вот все эти обстоятельства будут рассмотрены и выводы будут сделаны. Ну вот сейчас неделю это слушание будет проходить в Солсбери, в том месте, где все это, собственно, происходило, в Гилдхолле, а потом они будут перенесены в Лондон, потому что там как раз будет более внимательно и плотно рассматриваться роль центральных британских властей. Но при этом все возможные санкции, связанные именно с этим делом, уже были введены. И вряд ли стоит ожидать, что какие-то еще дополнительные меры будут приняты по итогам этих слушаний. Я имею в виду меры в адрес России в отношении российской военной разведки. Ну, в военной разведке, наверное, да, уже все, что можно, приняли. Но, наверное, будут какие-то рекомендации, могут быть даны о дополнительных санкциях в отношении каких-то дополнительных индивидуумов, если их роль будет выявлена и подтверждена. И, кроме того, ну, может быть, дана даже рекомендация о разрыве полных дипломатических отношений с Россией. Это возможно. Но насколько это станет реальностью, это уже зависит от властей, захотят ли они такую рекомендацию выполнить. Я повторяю, если она будет принята, это далеко не факт, это пока лишь предположение. Но, возможно, будут сведены к минимуму эти отношения, даже если не полностью разорваны. И в любом случае британская общественность снова сейчас вспоминает все эти страшные обстоятельства. И во всех газетах нет газет в Британии, которая не писала бы сейчас об этих слушаниях. Еще летом, насколько я помню, шла речь о том, что, возможно, в качестве свидетелей в этих слушаниях примут участие сами Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль. Но потом от этого отказались. Что вообще известно об их дальнейшей судьбе? Ну, их где-то прячут, гадают, там люди Австралии, США или где они спрятаны. Скорее всего, не в Британии. На этот раз их тщательно охраняют. Они живут где-то, конечно, под чужими именами, возможно, изменив их внешность в какой-то мере. Но вот по-прежнему обсуждается вопрос, не будет ли от них каких-то все-таки показаний дополнительных. Может быть, в письменном виде они будут получены или там по видеолинку. Но по видеолинку вряд ли, потому что тогда будет выдана их нынешняя внешность. Так что, конечно же, их голос так или иначе на слушаниях прозвучит. Будь это вот новые письменные показания или те, которые они давали непосредственно после того, как пришли в себя после отравления. Это был разговор с журналистом и писателем Андреем Остальским. Весма 2022 года российский оппозиционный политик Гарри Каспаров предложил разработать документ, который мог бы облегчить жизнь уехавших из России антивоенных и антипутинских граждан. Проект документа, который некоторые стали иронически называть паспортом хорошего русского, до сих пор обсуждается. Как утверждает Каспаров, уже в следующем году могут быть конкретные результаты. О паспорте хорошего русского и прошедшем недавно в Вильнюсе очередном форуме свободной России с Гарри Каспаровым поговорил телеканал «Настоящее время». Вы нашли способ взаимодействия с европейскими властями по решению проблем российских эмигрантов. Сейчас наметились некоторые возможности разрешения бюрократического тупика. Как из него выйти? Дело в том, что вопросы визовой поддержки и вопросы выдачи документов, они все-таки остаются в ведении стран, стран Евросоюза. Для этого не обязательно решение в Брюсселе. Оно будет, конечно, идеально, но мы понимаем прекрасно, что там достаточно путинских лоббистов, которые заблокируют. Тем не менее, мы ведем разговоры, и сейчас есть пока небольшой, но устойчивый прогресс в попытке сформировать коалицию стран, которые готовы были бы рассмотреть вопрос отдельно. То есть, ну, скажем, мы ведем такие разговоры с поляками. Польша станет президентом Европейского Союза в январе. А Михаил Ходорковский и я, мы встречались с министром страны в Польше несколько дней назад в Варшаве. И в целом поляки готовы помочь в формировании такой коалиции. Скажем, это есть балтийские страны, это поляки, это, скажем, хорваты, это румыны, это скандинавы. Ключом является вопрос, какие страны готовы будут принимать. Потому что это же не просто, как бы, документы выписать, это еще принять надо. Мне кажется, что, скажем, есть возможности разговаривать с испанцами и португальцами, которые далеко от этого. Важно, на самом деле, обойти Германию и Францию. Вот надо просто понимать, что это главное на сегодняшний день препятствие. Потому что это страны, которые проводят вот такую, как бы, взвешенную, как они считают, политику и не хотят иметь к этому никакого отношения. На мой взгляд, выработка концепции, она идет сейчас. Фраза «Паспорт хорошего русского», она была введена, как в качестве мема, не на форуме, а в одной из передач перед форумом. Просто здесь она закрутилась. Эмигрантов становится больше, а возможность, как бы, жить по старым документам все меньше. Увы, здесь есть две проблемы, с которыми мы столкнулись. Одна понятна, это бюрократия. Даже три, скажем, проблемы правильно. Это бюрократия европейская, которая, ну, медлительная, которая не любит никаких кардинальных изменений. И это, скажем, крайне невразумительная позиция значительной части наших, как бы, коллег по эмиграции, которые, как бы, считают, что нам надо вот думать там про всех россиян, вот, не выделяя, на самом деле, главное, вот ту группу, скорее всего, несколько миллионов человек, которой мы можем реально помочь. Вот не надо заниматься демагогией, вот давайте, не будем разделять, вот есть люди в России. Наша возможность влиять на ситуацию в России минимальна, если бы, ну, объективно, надо признавать. Да, путинская пропаганда, быстро, там, мощнейший идеологический щит, который работает и внутри России, и, к сожалению, даже добивается успеха из-за рубежа. А соединенные усилия, между прочим, могли бы принести определенный результат, потому что это во многом упирается в неготовность Запада, нежелание западных лидеров, в первую очередь американцев, ставить стратегическую задачу победу Украины и, соответственно, поражение путинской России. Слова смены режима в Вашингтоне являются табу сегодня. Пассе приняло решение о том, что оно должно формироваться на основе тех, кто подписал Берлинскую декларацию. Очень важный момент для европейцев, все-таки, декларация включает в себя ключевые вещи, как там, война преступная, режим нелегитимный, крыль украинский. Вот, как бы, ну, опять, это общие тезисы, но появляется базовый документ, на основе которого можно начать формировать, вот, как бы, вот новую эмигрантскую идентичность. И механизм, на самом деле, он достаточно четкий. Человек, подписавший декларацию, проходящий определенную там проверку, он должен будет иметь право получить необходимые документы для открытия банковского счета, для проживания в Европе. Я думаю, что, ну, учитывая, что война не закончится в следующем году, в 25-м году есть реальные шансы на то, что вот этот проект начнет, наконец, обрастать бюрократическим жирком. Чем форум «Свободный России» полезен россиянам? Форум задумывался в 16-м году, и не случайно, как бы, все успешно функционирует в 80 лет, как площадка, на которой можно обсуждать те проблемы, которые, к сожалению, в России по понятным причинам, как бы, из поля обсуждения выпадали. Сегодня форум занимается ровно тем, чем занимался все время. Формирует, на наш взгляд, наиболее адекватную повестку, как сегодняшней стратегии о российской, надо говорить, даже не оппозиции, а миграции. И формирует видение будущего. Одна из ключевых задач сегодня, с нашей точки зрения, это все-таки зафиксировать тот факт, что будущее России невозможно в какой-либо имперской конфигурации. Поэтому не случайно один из тезисов, который мы обсуждаем здесь, это, в общем, отказ от имперской символики, это не только флаг бело-синий-белый, который должен стать, по нашему мнению, флагом новой России, на котором не должно быть цвета крови, но и это и герб, и это и гимн. На самом деле, многие могут показаться это как-то вот отвлеченными вопросами, но тот факт, что Россия упустила исторический шанс в 90-е годы, и в итоге скатилась к фашистской диктатуре, ведущей наиболее кровопролитную войну сегодня в истории человечества после 1945 года связана именно с тем, что имперские механизмы, имперские традиции, имперское сознание оказались слишком живучими. Поэтому, ну, тем, кто находится в России сегодня, мы можем помочь только словом. Люди должны понять, на самом деле, куда заводит Россию путинский режим. Но в первую очередь, все-таки, мы должны говорить о тех, кто выбрал для себя путь борьбы с путинским режимом, те, кто уже уехал из России. И мне кажется, что это и есть сегодня главная задача реальной оппозиции – сформировать как бы ядро будущей России из тех, кто уже сегодня определился для себя, что будущее России никак не может быть связано с Путиным или какими-то даже элементами путинской диктатуры. Как форум может убедить россиян, что победа Украины в войне – это их победа? Это действительно невозможно, ровно потому, что это война. Так как значительная часть наших сограждан участвует в этой войне, причем многие сознательно, война – это не игра в солдатик. Это страшная трагедия, в которой убивают. Поэтому мы должны прекрасно понимать, что наша возможность апеллировать к гражданам России, живущим в путинской России. Более того, большинство из этих наших сограждан связано с войной или опосредственно, или напрямую. Ну, это задача объективно невозможная. А мы можем и должны говорить о том, что у России нет никакого будущего, если эта война не будет проиграна. У нас есть четкое политическое видение того, что должно быть в будущем. Россия должна перестать быть империей, Россия должна уйти из Украины, Россия должна вернуть территории, выплатить репарации, выдать военных преступников. Те, кто согласны с этой концепцией, милости просим, у нас нет никаких проблем. Это единственный шанс для России стать цивилизованным государством. А те, кто занимают промежуточную позицию, я не считаю, что они являются нашими союзниками. В главном вопросе. Идет война. На войне вы выбираете сторону. Сидеть на двух стульях во время войны невозможно. Это был информационный дождь «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска «Северин Южный», автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин